Теперь очень важный момент проведения реформы децентрализации. Что это значит? Развитие местного самоуправления, расширение прав и полномочий депутата Маслихата, выборность Акимов всех уровней. Дело в том, что сейчас регионы полностью связаны с центром, с правительством. Ни одно движение они не могут делать самостоятельно. Акимы назначаются из центра. Народ вообще условно может влиять на Акимов. Они не выборные. Мы должны сделать, как во всем мире, выборы Акимов всех уровней. Мы должны, чтобы на местном уровне были свои парламенты, районные, областные, городские, которые бы контролировали свою власть и принимали совместно решения. Мы должны выстроить так, чтобы у каждого региона был свой бюджет. Если вот эта область зарабатывает больше того, что он, ну, скажем, подоговорен с центральным органом, то в каком-то соотношении должны доходы делиться. Ну, посмотрите, Атрау добывает в 4 раза больше нефти, чем Дубай. В 4 раза? Но что такое Дубай? И посмотрите, что Атрау. Это же вообще просто разбитый город. В 4 раза больше Дубай добывает. Почему? Потому что Астаны доходят, уходят в центр. Потом Назарбаев хвастается. Я, говорит, построил Астану. Он украл деньги у регионов. Неправильно поделился. Так построено, все стекается в центр. И потом они как подачки раздают в регионы. Или Мангистал взять, почти в 2 раза больше добывает, чем в Дубае. Всего 600 тысяч человек живет. В Дубае живет 3 миллиона человек. То есть в нефти они добывают во много раз больше на душу населения, чем в Дубае. Что Мангисталский регион, что Атрауский. Любой почти наш регион, даже Казглардинский регион добывает чуть больше, чем в Дубае. Ну, посмотрите, что там, как люди живут. С чем это связано? Все централизовано. Необходима децентрализация. Регионы должны зарабатывать тоже деньги. Они должны часть себе ресурсов оставлять. И не зависит от центра. Вот правильное разделение должно быть доходов и полномочий между местной властью и центральной властью. И, соответственно, на местном уровне должно быть развитие местное самоуправление. Вы должны знать своего Акима района. Вы должны вместе участвовать в выборе местных депутатов. Вы должны вместе сидеть, делить бюджет, куда потратят. Вы сейчас даже не знаете, куда деньги потратятся. А здесь на Западе все по-другому устроено. Жители знают, куда потратятся деньги. Они видят, что благоустройство и потрачено деньги именно так, как они приняли решение на сходе жителей или через местных своих депутатов. Поэтому нам нужно расширить права полномочий депутатов, масляхатов, поставить под контроль местную власть. Нам нужно, чтобы Акимы выбирались людьми на прямых выборах. Тогда эти Акимы не будут зависеть от центра, а будут зависеть от своего народа. И все тогда очень быстро извинится. И вы тогда сможете искать правду у себя в регионе, а не бегать постоянно с письмами к Назарбаеву, который вас не слышит. Акимы.